Здесь определённо кто-то есть. Да, 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 это рыба! Борьба возобновляется. Леска кончается, слишком тонкая. Моя удочка резко согнулась под весом явно не озёрной форели. Мои молитвы были услышаны. Я поймал москинонга. Исполин на леске с разрывной нагрузкой в 3 килограмма. Мы не сможем его затащить? Сейчас немного ослаблю. Если леска заденет камень, зуб или жаберную пластинку, она порвётся. Попробую подтянуть его к лодке. Снова погружается. Вижу его. Да он огромный. Моя надежда висит на тончайшей леске. Поймал. Полюбуйтесь на монстра Скалы Духа. Крупный москинонг пойман на тончайшую леску и крошечную приманку на священном месте после табачного подношения. Это, безусловно, один из самых необычных уловов в моей жизни. Мы поймали. Поймали москинонга. Я закидывал удочку больше 13 тысяч раз, и он клюнул, когда я перестал его ждать. Это крючок, а это леска. Посмотрите на неё. Как хлопок, а крючок зацепился за краешек рта. Вот что происходит, когда эта леска встречается с зубом. С моим зубом. Это по-настоящему крупный москинонг длиной 120 сантиметров. Рыба 10 тысяч забросов. Старый добрый москинонг. Одного взгляда достаточно, чтобы понять. Это высший хищник. С довольно агрессивным характером. Абсолютный хищник здешних вод. И он это знает. Поистине потрясающая рыба. Опустим в воду. Представьте, что видите три или четыре таких особи, плывущих вереницей на поверхности воды. Не удивлюсь, если вы примете их за озёрного змея. Поиски москинонга чуть не свели меня с ума. Так, как ни одна рыба раньше. Казалось бы, это всего лишь крупная щука с очень скверным нравом. Ещё один хищник в моём послужном списке.